Всем привет, мои дорогие гости, мои любимые подписчики. Предлагаю вам немножечко погрузиться в визуальную терапию. Предлагаю вам расслабиться и насладиться отдыхом. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Например, о том, что сейчас весна, природа просыпается. О том, что сейчас все цветет. И вскоре улицы наполнятся прекрасными ароматами цветов. Вспомните что-нибудь радостное. Давайте немножечко с вами помечтаем. Предлагаю помечтать о чем-нибудь высоком и прекрасном. Например, о небе. Небо всегда прекрасно в любую погоду. Небо подарит вам ощущение прекрасного. Путь до тучки. Не пиши хорошая погода. Либо гроза, либо ветреная погода. Небо всегда обрадует вас своим прекрасным видом. Главное только уметь наслаждаться этим видом. Смотреть на эти прекрасные точки. Наблюдать за ними. Как они плывут. Как они меняют свои очертания. Превращаясь то в одно удивительное создание. То в другое. Мы в детстве всегда смотрели на это. Думаю, мы все высматривали в небе что-то прекрасное, что-то удивительное. Мы всегда высматривали в точках каких-то невиданных зверей, которые касались нам настоящими, а не вымышленными. Предлагаю просто подумать о том, что небо осталось прежним. Оно такое же, как и в детстве. Хоть мы и выросли, а оно все такое же. По нему так же плывут тучки, создавая причудливые, удивительные создания. Оно такое же в грозу, настолько же прекрасно. Оно такое же в ясный тень голубое. То пушистые, а то немножечко смазанные. Как бы такое странное сравнение. Но мне такие смазанные точки напоминают яичницу. Яичницу в супе. Бывает, готовят такой суп и в него добавляют яйцо. И когда его там размешать, получаются подобные облачка тоже такие размашистые. Но это ветер, который раздувает облака, создает подобные сюжеты на небе. Это все ветер делает. Только ветер способен сделать из пушистого облака нечто размазанное и прекрасное. Давайте подумаем о деревьях, об их зелени, об их цветочках, об почках, которые скоро-скоро распустятся. Несмотря ни на что, все равно они распустятся. Когда все равно мы увидим зелень, крон, деревья. Они такие же. Они видели много на своем веку. Они могут рассказать нам много чего. Но, к сожалению, они хранят молчание. Однако, деревья такие же, как и в детстве. Помните, мы лазили по них? Кто лазил по деревьям? Я лазила по деревьям. А сейчас, когда я вижу их, мне так хочется их обнять. Крепко-крепко прижаться и вспомнить. Вспомните те времена, когда я была совсем маленькой. Тогда я радовалась очень сильно каждому росточку, каждому запаху листьев, коры, каждому деревцу. Вспомните сейчас эти чувства. Вспомните, как вы радовались в детстве, в природе. Как вы радовались, когда в деревьях лишь шерстили свои листва. Вспомните, как вам было это загадочно. Помните? Я помню. Это было прекрасно и сейчас это не изменилось. Вспомните, как шерстит листва. Вспомните, какой прекрасный это звук. Это СМР природы. И это самое естественное, что только может быть самый настоящий, самый лучший антистресс. Вспомните то, что только так мы можем услышать ветер. Ну, ладно, не только так. Еще он может завывать. Но самый прекрасный звук ветра звучит именно в кронах деревьев. Он такой нежный, такой бархатный и такой приятный. Это звук ветра и листочков. И еще предлагаю вспомнить о воде. О речках, об источниках, о воде, которая стекает после таяния снегов. Она блестит на солнышке и подается рябью, когда на нее дует ветерок. Это прекрасная рябь. О, она мне так нравится. Такое впечатление, что в этот момент, когда ветерок дует на воду, она оживает. Она словно просыпается и становится более активной. И готова выпрыгнуть из берегов и потечь в другое русло. А помните, в детстве мы запускали кораблики по этим ручейкам? Разные. И даже спичку. Просто спичка кораблика, почему бы и нет. Но можно было смастерить настоящий бумажный кораблик, который помогали сделать взрослые. Пока он не намокнет, он будет плыть. А еще можно было посудить в кораблик какого-нибудь пассажира. И это тоже было завораживающе и прекрасно. Помните этот момент? Вспомните, сколько радости было, когда кораблик спускался по этому маленькому ручейку. И иногда застревал, да? Застревал на какой-нибудь кочке, либо камушке. Но вы помогали ему выбраться. И кораблик плыл дальше. Он бы не справился без вас. Своими усилиями он бы не справился. А вы ему помогли. И он продолжил свой путь дальше. И те, кто у него на борту, были вам благодарны за это. Предлагаю вспомнить о звездном небе. О маленьких звездочках, которые на самом деле огромные и прекрасные солнца и планеты. Вспомните, как в детстве. Вы заворожены. Заворожены, правильно? С замиранием сердца. Смотрели в небо. И видели целое множество этих звездочек. Вспомните это чувство. Как вам хотелось туда полететь и посмотреть. Какие они, эти звездочки. Как вам хотелось, чтобы какая-нибудь звездочка упала по близости где-нибудь за горизонтом. И вы видели ее свечение, чтобы вы могли подбежать к ней, взять ее и оставить у себя. Я думаю, каждый ребенок об этом мечтал. Вспомните, как вы закатывали желания. Закатываете, наверное, и по сей день, когда падает звездочка. На теоретик. Маленький осколочек. Но все-таки так приятно думать, что эта звездочка падающая исполнит ваши желания. И даже сейчас, будучи взрослыми, у нас остались эти детские воспоминания. Я предлагаю просто вспомнить эти прекрасные моменты. Это же вы. Это вы. Вы не изменились. Вы все такой же ребенок. Просто вспомните эти моменты. Пусть они вернутся к вам. Пусть они снова станут частью вас. Вспомните, сколько природа дарует прекрасного вам. Сколько мир дарует чудесного вам. Вспомните. Просто вспомните. Вспомните. Вам не нужно этому учиться. Нам нужно просто вспомнить. В детстве мы все это видели. В детстве мы все это поняли. И где-то эта память глубоко в нас сохранена. Давайте сейчас, когда такая тишина, когда такой покой, когда у нас есть такая возможность, мы вспомним о детстве. Мы вспомним об этой магии, окружающей у нас мира. Просто поддадимся этим воспоминаниям. И немножечко погрузимся в них. Я желаю вам чувствовать себя ребенком в ситуациях, когда вам грустно. Я желаю вам вспоминать все детские ощущения, когда мир несправедлив и жесток. Я желаю вам почувствовать то, что вы едины с природой, несмотря на то, что цивилизация рядом. Будьте счастливы, мои хорошие. Я вас всех крепко-крепко обнимаю. Дистанционно. И посылаю вам воздушные поцелуйчики. Все хорошо. Спасибо за просмотр. И отдыхайте. Пусть детство всегда будет в вашей душе, в вашем сердце и в ваших воспоминаниях. Пусть все, что происходит, течет своим чередом. А вы в этом всем ищите себя. Ищите себя того маленького прекрасного ребенка, который радуется каждому мгновению жизни. который понимает, что такое природа, что такое животное. И как чудесно узнавать что-то новое, постигать что-то новое. Как запросто можно сделать ошибку. Ошибиться, упасть, но при этом стать сильнее и познать что-то новое, двигаться дальше. Просто пусть это чувство всегда будет с вами. Помните, вы можете все. И будьте сильными, будьте стойкими. Пусть удача всегда будет с вами. До новых видео, мои хорошие. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok